мир сошел с ума птицы улетели слушайте мое любимое время суток это утро когда ты встаешь сделал зарядку сейчас пойдешь выпьешь свой любимый кофе а у меня вот самое вкусное это моя первая чашечка кофе с утра вторая уже не так конечно заходит третье вообще подавно если там три пьешь день вот именно первая чашка кофе также как и единственный бокал вина вот если пьешь вот просто первый бокал вина он самый вкусный он самый кайфовый и потом вот позавтракал принял душ и идешь красить свое великолепное лицо я обожаю наносить макияж и слушаешь свои любимые треки вообще прям сегодня услышала русский рэп такой лирический и прям я конечно так прям вдохновилась вдохновилась обсуждала вчера с подругой что все-таки место где ты находишься определяют люди вот если ты приезжаешь город в котором твои любимые люди родители друзья он тебе всегда в радость а вот бывает приедешь люди твои уехали и ты думаешь ну что мне здесь ловить поэтому я москву конечно очень люблю потому что у меня здесь все мои родные все мои мои люди понимаете мои вообще я пришла к выводу уже очень давно что все таки окружение это очень важно то те люди которые нас окружают с кем мы общаемся как мы заряжаемся от этих людей поэтому я всегда говорю что лучше иногда побыть одному чем обы с кем общаться потому что это очень сильно влияет на нас не знаю как на каждого человека да ну я говорю в разрезе себя и это для меня очень важно кто меня окружает напоминаю что провожу парфюмерной консультации текстовой аудио видео формат также я беру сейчас рекламу пока я здесь если вам нужно что-то мне передать именно прорекламировать я с удовольствием заберу потому что скоро время времени я скорее всего улечу и уже там будет проблематично получить товар на рекламу так а слушайте я вчера конечно смеялась мне кто-то написал комментарий что красивая девушка жалко что типа спит за деньги и вот что такое там не написали под моим последним шортом я конечно очень прожила то что ну что люди как бы могут написать когда видят красиво ухоженную женщину что она не знаю насосала или там не знаю спит спит с папиками но понимаете если бы я вот спала за деньги я бы уже жила где-то на рублей ездила бы на бентли ну уж точно не писала бы наверное ролики о парфюме на iphone где-то бы не знаю в дубаях каких-нибудь роскошествах писала бы на какую-то камеру там заморачивалась бы как-то да ну точно уже и точно уже наверное этим бене занималась занималась другим до мое время было бы как-то иначе расписано временем на ролик именно точно не было зарабатывала на жизнь это конечно смешно потому что что люди могут еще сказать кости ну конечно же что я это там не знаю посасываю старым старым мужикам смешные конечно смешно но слушайте знаете я вот понимаю чем больше хейта значит тем больше я впереди слава богу уже москва меня так вот закрутила в свой ритм вот этот вот сумасшедший тут меньше за неделю у меня случилось больше чем за полгода которая привела на бали потому что куча встреч по работе вчера была бесплатная фотосессия меня подписчица предложила давайте его фото по фотку встречи с подписчицами работа какие-то клиенты мне позвонили там по диджейнгу я уже еду работать на частные мероприятия короче вообще все прекрасно конечно все прекрасно значит что у нас сегодня с вами я сегодня планирую записать два ролика и первый у нас сегодня будет ролик посвященный бренду и стуар д.п. да что я хочу сказать кстати я хотела немножко рассказать про этот бренд и значит в 2000 году была основана эта марка в 2000 году до жаральдом гиланом не такой же старый бренд я бы сказал да данная марка представляет себя библиотеку из 50 томов по состоянию на март 2020 год то есть 2022 там еще еще плюс два плюс два года до названиях аромата используются числа года рождения выдающихся персонажей мировой истории культуры которые важны для важны лично для основателя бренда да очень интересно когда вот бренд на что-то завязан и не просто с потолка там берутся название да именно чему-то посвящены также как и моему которые создавались вот эти вот всякие кожи не кожи корфу не корфу в честь каких-то регионов честь каких-то стран да по всему миру это же очень круто чуть-чуть о бренде до нишевая французская марка 8 ароматов у них из коллекции characters правильно читают но если на английском посвященный известным историческим личностям например 1725 1725 будем так называть посвящен к сану казанове 1804 жоржу санду 1740 маркиз де саду допустим да и 1899 эрнесту хемингуэя очень интересно вот когда все это заплетено на как на какую-то историю так же как я уже говорила про бакара руш когда людоих 15 был причастен к основанию этому бренду но не может это не будоражить как-то ваше вот сознание у данной марки есть ароматы посвящены культовым местам культовым событиям да допустим у них есть аромат посвященный мулен руш кстати его я еще не разбирала потому что его не было а может быть и был я сейчас посмотрю потому что я вот так вот по по числам не очень запоминаю но самый такой запоминающийся для меня 1969 то что он очень красивый персик шоколадным супер сочетание редко довольно таки мы сейчас про него поговорим я начну с адрес из not blue bottle линейки 16 я вообще сейчас сказать была про жена потому что я там нашла для себя аромат который точно я бы себе приобрела это ну мы дальше про него говорим да значит бутылочка 16 начале будем по цифрам да не буду читать все это это хорошо хороший такой дорогой цитрусовый аромат здесь белые цветы герань ваниль я вообще люблю кстати ноту герани она с горчинкой но при этом не сильно уходит в какую-то вот прям термоядерную зубосводящую горчинку здесь база ветивер и очень такой интересный состав юзу апельсин грейпфрут не роли цветок апельсина жасмин герани лотос белый мускус ветивер ваниль шикарно это прям вот цитруса с белыми цветами и вот цветок апельсина мне это все очень нравится я его похвалю это тоже такой аромат чистоты я бы сказала вообще у них мужская линейка очень пока одеколонистая вот эти вот но ты любят у я бы его назвала все-таки наверно как ароматы чистоты то есть обычно ты ждешь какие-то свежаки и морские не здесь вот прям чистый аромат и далее идет до сезон 2 ботал 1.5 это вот прям мой любимчик оси линейки потому что это вот прям пузико котика это для тех кто любит ароматы в формате маска шмир здесь очень интересный состав тем что здесь еще добавлены минеральные ноты то есть это вот кто любит ганимет и здесь цветы минералы альдегиды и тончайшие цитрусы то есть вот вы его наносите это вот реально как такая дымка дымка из-за уходового средства вот реально как будто ты зарываешься в это вот пушистая пузико котика я очень хочу себя приобрести этот аромат его просто сейчас не взяла потому что на весну мне хочется чего-нибудь такого яркого с тем я сегодня кстати подушилась я на ночь намазывалась мазон курджан уцатин муд кремом я чуть не подохла я прям просыпалась ночью понимал что задыхаюсь но тут еще шлейф из семена лисов я сейчас временно у мамы у родителей живу у меня брат еще вот тут подошелся вчера в ортопарисе этим семена лисом бля я я прям не могу он прям пахнет гормональным мужиком вот этот аромат реально секретная какая-то выделенка вот эта жидкость из секретов вот реально там пахнет гормально гормональным мужиком и сносу нет спасения нет от этого аромата его нанесете и у тебя даже стирка не поможет вот этот шлейф он с подъезда был до вот этой комнаты это просто я я я думала там скроюсь просто серьезно отвечаю вот а сверху я сегодня подышилась маска шмиром там он мои богатства это который я выложила половина маме отдала половина выложила на дальний ящик то что сейчас точно не буду носить у меня маска шмир заканчивается я решила вот его добить но сейчас я еще сверху полюсь смешаю сто процентов далее адрес из not blue bottle 14 это уже одеколонистый аромат лаванда бабы танка кардамон артемизия и ланг-ланг апанакс лабдану пачули он и немножко подымливает и теплый за счет вот этой вот смолы очень хороший то есть это вот для тех кто любит вот эту модную направленность в стиле шипров да может быть я это не смотрел он позиционируется как мужской не женский то что у них есть прям четкая градация мужской женский но опять же говорю в нишевой парфюмерии нет такого понятия как мужской женский на самом деле это кельвин кляйн свое время сделать эту градацию маркетинг вонючий как я говорила да уже и люди стали покупать именно женским мужской не знают меня друг допустим уважаем очень бизнесмен он сам блондин такой высокий статусный он носит вот этот армане привык зеленый вот этот малахит до аромат жасмином и лилий и он вы знаете на нем сидит когда он весь в белом приходит но вообще женское звучание да ну вот ему сидит поэтому нету никакой градации мужской женский абсолютно унисекс да но все-таки одеколоны до лавандовые я всегда даю мужчинам но опять же некоторым женщинам я рекомендую носить лавандовые ароматы который имеет одеколонистую направленность потому что они работают мужском коллективе и чтобы сойти за свою очень даже неплохо кстати вот меня многие спрашивали почему я перестаю услышать на себе ароматы даже самые жесткие мне вот на встрече спасибо вам девочки кто приходил объяснили что у нас лимбическая система так устроена что когда сильно что-то бьет вам в нос что-то насыщенное у вас он блокируется рецепторы тот поэтому только поэтому перестаете слышать аромат вот как-то так устроен наш организм далее this is not blue bottle 1.3 это уже очень яркий апельсин с пачули и кожей здесь еще добавлен шафран красный апельсин роза шафран кожа лист пачули ничего лишнего это аромат если вы пробовали лиф лил флер от байреда тот более сладкий этот будет все-таки более терпкий за счет вот этого пачули и ну там тоже есть кожа на там есть все-таки кожа с ванилью здесь ванили нет более терпкая но добротная яркая кожа на а точнее кожаные такие цитрус из пачули добротно this is not blue bottle 1.2 здесь я честно сказать слышу в основном пудру и ваниль а цветы и вот почему-то мне на мой нос не положили что у нас здесь плющ и розовый перец сирень и ланг и ланг ландыш вот на удивление ландыш и сирени они должны были меня просто уничтожить но нет ваниль белый мускус сандал здесь вот прямо для меня это ванильная пудра пишите как на ваш нос мне вот цветок вообще не положили далее значит 7753 аромат да что у нас там вначале я услышала в этом аромате туберозу хотя ее там вообще вроде в помине нет я то есть начале делала затез пыталась все это разложить потом уже лазила за этими нотами мне аромат честно сказать грязнит здесь груша здесь гелиотроп и вот то ли вот это вот лист черной смородины он вот дает вот эти саки очень многим реально дает кошачьи саки и очень многие говорят что просто кошмар несносно плющ гальбаном мандарин бергамот перец вроде бы на старте ничего страшного потом у нас естественно идет тубероза и и сложнее услышать груша лист черной смородины гелиотроп цветок апельсина и база ветивер дубовый мог сандал пачули что здесь так грязнит я не знаю но мне кажется все таки есть черной смородины с туберозой вот заигрались и вот выдали вот эту грязь опять поэтому не знаю вообще тубероза я говорила она настолько любит быть своей стезе это деревяшки этого не это кокос потому что тут это сложно очень но то очень провокационная очень противоречивая то есть ее нужно настолько помещать в нужное место чтобы она не была не бабкой чтобы она не была блевотой потому что очень часто с амброй соединят и это просто вот роготняка шалота это невозможно носить поэтому здесь вот тубероза на мой взгляд тоже немножко не в своей тарелке дай бергамот и гальбаном и лист черной смородины но не совсем это ее история но не вот не совсем это не ее привычная комфортная среда скажем так далее 1969 аромата посвященный важному историческому событию 1969 году была сексуальная революция ему же просто нужен новый брат потому что ну в общем перестает работать на 11 процентов чтобы меня сел компьютер это то все это плохой знак что техника меня моя подводит в общем что из пока загружаются меня данные 1969 до сексуальная революция в этом году произошла и я вам скажу честно что данный аромат не запомнился больше всего потому что там очень красивый состав там черный шоколад персик роза он пудрится он очень нежный он таким вот сидит обволакивающим облачком и мы когда сидели в ресторане с друзьями мне девочка одна вот моя приятельница сказала что когда мы там в юношестве гуляли один парень девушки который мы видим была симпатична сказала слушать тебя пахнет персиками вот кстати персик он действительно какая-то такая нота сексуальная какая-то вот она вот для меня это нота юношеской любви какой-то когда ты влюбляешься и вот эти вот розовые очки вот эти бабочки у тебя вот нота персика поэтому 1969 пожалуй наверное такой самый запоминающий для меня аромат из этой марки оказался я не знаю кстати почему здесь еще пачули приятные то что я люблю до персик кардамон гвоздика роза белые цветы мексиканский шоколад пачули кофе мускус это вот брюнеткам хорошо да в принципе и блондинкам мягкий аромат пачули здесь ощутимы поэтому для тех кто пачули вообще не наносит наверное я бы не рекомендовала гвоздика здесь все-таки она так приправлена она приправляет больше все остальные ноты 1828 далее идет у нас аромат этого чистая влажная кожа для меня потому что здесь эвкалит цитруса грифрут танжерин мускатный орех сосна ладан ветивер кедр здесь нету в базе никакой кожи но если вот вы ищете вот такое освежающее что-то вот берите ароматы с чабрецом с мятой с мускатным шалфеем с эвкалиптом и сосна и кедр будут вместе давать очень холодное красивое направление ладан здесь немножко дает кислинки немножко подогреет но в общем аромат очень очень чистый очень влажный я такой очень люблю и кстати ноту эвкалипта ноту сосны я очень люблю рекомендовать девушкам у кого белые волосы и белая кожа очень красиво это вот подчеркивает вот нордическую какую-то сибирскую красоту и нордическую сибирскую потому что сибирь у меня вот с кедром ассоциируется с чем-то белым чем холодным чем-то таким вот прям эфирным вот пожалуйста можете попробовать хотя наверное он как бы мужским мужской наверное этот аромат хотя здесь у меня не помечено что он мужской в от следующего аромата 1725 я вот так опишу слишком одеколоне то потом смотрю что это прям для мужчин и марка шикарно в мужских направлениях потому что ну любой мужчина здесь себе найдет то что ему нужно до лакричник лаванда цитруса в базе пудрит вот этот аромат за счет сандала да здесь и аниса еще положили ваниль амбра сандал кедр миндаль все это будет в базе еще мягко мягко сладко то есть такой одеколон у которых более мягкую история уходит неплохой не могу ничего особенного сказать я говорю мне больше всего запомнился этот 1969 и 1828 все таки потому что я люблю очень ноту эвкалипту эвкалипта и ноту чистоты я не люблю вот эти классические забитые цитрусы вот если брать что такое свежее люблю прям холодную чистоту вот это вот супер вообще так ну и все что я и что у нас 17 7753 я сказала про этот аромат да но у нас не так уж много получилось 1804 аромат последний который я разберу и я скажу что здесь очень сильно выпирают белые цветы тиаре ландыш и хотя вроде здесь и ананас и персик сандал но все это вот как-то тяжело и вот ландыш здесь вот попер вперед и все и все заглушил я сейчас посмотрю еще по составу что там у нас но скорее всего все я правильно написала у меня очень редко в принципе как-то нос сильно ошибается я вот вначале если понимаю что но раскрытие будет может быть ничего но я уже говорила да что я как бы люблю чтобы все от а до я было прекрасно да вот здесь жасмин ландыш тиаре и все это как бы к сожалению для меня выпирает очень сильно кому садится может быть у кого-то орехи с фруктами быстрее вы выходят но у меня к сожалению здесь выперли белые цветы которые еще утяжелитель с сандалом поэтому это этот аромат я к сожалению не могу похвалить и что он давать последний аромат который у меня есть кстати это нуар пачули от истуара дпф я сейчас скажу вам что я думаю про эти пачули он универсальный аромат вообще для тех кто любит реально пачули но это холодные пачули это такие одеколонистые пачули это сложные пачули это немного мужицкие пачули но они шикарные я такое очень люблю у меня есть пачули лифс от манталь это прям амбровые ванильно теплые пачули straight to heaven killian это пачули но алкогольные деревяши сты даже такой какой-то лист бумаги как будто бы вот про вы вымочили в алкоголе и еще добавили пачули и вот именно нуар пачули от истуар дпф да это прям древесные фужерные холодные одеколонистые пачули здесь пачули кардамон кориандр опять же пачули цветочные ноты ягоды межевельника который просто обожаю пачули кожа мускус ваниль то есть пачули есть от начала и до конца просто они здесь стартуют со специями потом в цветы немножко уходят и потом все таки в коже то есть он такой кожаный аромат шикарный он и землистый немножко он я бы сказала даже что он меланхоличный этот аромат он более меланхолично чем killian killian хотя бы согревает своим алкоголем ромом которые составе здесь рома нет это там холод холод роскошный аромат я очень люблю но это только для тех кто любит пачули потому что иначе вы кстати меня в телеграм-канале спрашивали какой аромат надеть на похороны пожалуйста нуар пачули шикарно сядет ну шикарно это будет вот к месту это вчера достала амуаж мифы господи даже реально это кладбище настолько он и ладан и какой-то из зеленый травянистый вот прям ну капец вообще что это все мои дорогие сестуар дпф мы еще к вам с вами вернемся в данному бренду потому что он ну действительно любопытный я ему линруш хочу попробовать если я буду в ревгоше в ближайшее время в цветном я еще потестирую вторую часть эту вот эти вот ароматы я тестировала на бали там есть магазин селективной парфюмерии в одном торговом центре там завозят причем новинки и вот там я тестировал эти позиции собственно так человек все унылая да ну сегодня такой старт и по фанске история что все выделяю любимчиков 1 5 и 19 69 это вот прям моих таких два любимчика и если брать из мужской просто вот направленности это 1828 шикарно вообще вот прям выделю ну и нуар почули да вот вам четыре аромата один чистоты другой более гурманско цветочно-розовый даст персиком шоколадом потом другой нордический такой эвкалиптовых войны и третье который я назвала это что у нас почулевый да фужерный аромат пожалуйста 4 на вида 4 на выбор моих любимца все все мои дорогие ставьте лайк подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропускать свои мои гениальные видео пишите в комментариях ваши любимые ароматы а то есть туарты по арбам что разобрать следующий раз ну и что все встречаемся в пятницу вопрос-ответ запрещена сети рф инстаграм в телеграм канале тоже пишите свои вопросы подписывайтесь телеграм-канал кстати и субботу я выйду в youtube стрим если не улечу субботу потому что субботу может быть что у меня не будет интернета но тогда я предупрежу и мы с вами перенесем этот эфир да все всех люблю всем пока